Вот и пролетел еще один год 2015-й остался за плечами Вновь на площадях города Нас ждут красавицы ели Замечательные ледовые городки И прекрасное новогоднее настроение И пусть пока погода не радует нас Самое главное, чтобы праздник был в душе Вы смотрите проект «Мой город» На городском телеканале ЮТВ Оставайтесь с нами 2015-й год был очень непростым и насыщенным для Уфы И, конечно же, самыми яркими событиями прошедшего года Стали саммиты Шосс и Брикс В ходе подготовки к ним В нашем городе появилось немало новых объектов Зданий и памятников А это, нужно сказать, несомненный плюс для столицы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! К Новому году открываются самые разнообразные выставки Например, в Республиканском музее боевой славы Открылась выставка, посвященная празднованию Нового года в военное время В этом году исполнилось 70 лет со дня Великой Победы А значит, вещи той эпохи достойны отдельного внимания К тому же, в те несколько военных лет Новогодними украшениями становились самые неожиданные предметы быта На выставке «Новый год» в годы Великой Отечественной войны Представлены в основном это елочные игрушки 40-х, начало 50-х годов Открытки 40-х годов поздравительные К сожалению, на сегодняшний день в Уфе они мало сохранились Поэтому представлены копии Также это плакаты военного времени Конечно же, центральное место занимает эта елка И все, что было связано Дед Морозы и предметы Я вот, допустим, принесла ряд игрушек Которые принадлежали моей прабабушке И тоже они здесь представлены на этой выставке Таким образом формировалась коллекция Но на сегодняшний день очень мало предметов сохранилось С 40-х годов Не только елочных игрушек Но это и фотографии 40-х годов Мебели интерьерной То есть практически ничего нет Здесь у нас воссоздан интерьер квартиры городской Непосредственно, как люди встречали Новый год И в том числе одежда того времени Здесь мы можем увидеть граммофон Люди слушали музыку Во время встречи Нового года Часы мы поставили, чтобы было символично И елочные игрушки Наверное, самый интерес представляют Это вот эти елочные игрушки Елочные игрушки Это непосредственно изготовлены с картонной фольги В 40-х годах И самые акценты делаются во время войны Это вот игрушки в виде звездочки Непосредственно И плюс в виде самолетов, танков и так далее Но большей части, конечно, люди изготавливали самостоятельно Здесь вот представлены некоторые игрушки Они ручной работы, а некоторые заводской То есть здесь это изготовлены из ваты и папье-маши Не раз приходилось слышать от наших участников Которые делились своими воспоминаниями о войне Что одно из самых ярких впечатлений их жизни Это празднование Нового года, военные лихолетия Это трогательно и страшно одновременно Трогательно, потому что все люди Во всех уголках страны И в тылу, и на фронтах войны Старались организовать друг для друга Хоть маленький, но праздник А страшно становится от одного воспоминания О том, в каких условиях жили люди 70-летие праздновали победы Великой Отечественной войны И мы решили связаться с этой темой Показать, что несмотря на то, что шла война Люди встречали Новый год И верили, что следующий год будет намного легче, чем прежний Что, конечно, наступит победа И все в этой жизни наладится и станет лучше Поэтому мы решили показать, что не только то, что шла война Потому что в этом году и показали и тружеников тыла, и победителей И тех, кто погибал на фронтах Но и в то же время показать тыл И тыл показать с той точки, что именно встречали Новый год Такой праздник Традиция сохранялась, и люди верили в лучшие Мы часто слышим, да, это Новый год, это волшебный праздник Действительно, люди верили, что все наладится, да, все улучшится Действительно, что что-то случится такое вот волшебное И война, она прекратится, да И вот это не только в тылу и на фронте И это можно увидеть в письмах, когда солдаты пишут о том, что Я верю, что следующий год он будет намного лучше, чем прежний, да И если в перерывах на фронте была возможность То солдаты украшали елки Но украшали они в основном бинтами, гильзами То есть тем, чем придется В наше время, к сожалению, очень мало осталось, да Тех людей, кто непременно участвовал в этой войне И хотя бы через музей, через вот эту историю Мы могли бы знать, конечно же, помнить Вот это самая главная, наверное, цель Мне интересна сама история И до этого я знала, читала много И рассмотрела разные документальные фильмы по поводу Ну, конечно же, мне выставка очень понравилась Потому что это как-то, ну, это создает атмосферу праздника, да Атмосфера какого-то чуда, волшебства И, естественно, вот эти плакаты Непременно они мне тоже близки Потому что еще вот Много лет назад, может быть, да Не так много, вот такие плакаты, они еще были Новый год, пора подарков и сюрпризов Поэтому мы спешим поделиться с вами очень интересной информацией Которая, как нам кажется, станет прекрасным подарком для многих Итак, с 3 по 10 января будут проводиться специальные тематические экскурсии Под названием Уфа новогодняя Не пропустите уникальную возможность узнать о родном городе еще больше Подробности сейчас узнаем С 3 по 10 января во время каникул Все будут отдыхать И, конечно, смогут уделить внимание себе, своим семьям, детям, бабушкам, дедушкам И мы всех их приглашаем на экскурсии Экскурсии по городу Уфе Они будут новогодние Вместе с историей об Уфе Мы обязательно будем рассказывать о встрече Нового года Что такое праздник Новый год, откуда он пришел И много подарим радости Каждый день в 1 часов от Дворца спорта В 14 от Конгресс-холла И в 17 городская елка Города Уфы Принимать будет гостей Но в ходе экскурсии будет и конкурс, и призы, и сувениры, и автобусы украшены световые И музыка, специально написанная для этого праздника Все это будет проходить во время каникул С 3 по 10 включительно Еще одна выставка Открывшаяся в преддверии Нового года в Национальном музее Называется Облик старой Уфы Глазами архитектора и фотохудожника Фарида Гельмиярова Никакого отношения к Новому году она не имеет Но это своеобразные итоги года для Уфы С чем мы подходим к 2016 Что потеряли Какие уникальные исторические памятники Были снесены или обезображены временем Что появилось нового Какие объекты позволяют нам Теперь иначе взглянуть на Уфу В Национальном музее Открылась выставка Фарида Гельмиярова Уфа глазами фотохудожника и архитектора Потому что автор выставки Фарид Гельмияров В прошлом работал архитектором А сейчас фотохудожник То есть Это уникальная выставка Потому что мы здесь На этой фотовыставке Видим старую Уфу И сегодняшнюю В сравнении То есть Две фотографии или три фотографии Которые изображают Прошлое И сегодняшнее То есть Мы видим Развитие Вот инфраструктуру города Уфы Вот в этой выставке Для меня эта выставка Очень архиважное событие Город Уходящая архитектура Практически Я Мне удалось Мне повезло Что я по своей инициативе Вот самое Заметьте Только по своей инициативе Я фотографировал Не предполагал Что это будет Такого масштаба Эта выставка Сначала на пленке Потом сейчас на Цифровом варианте Надо отметить Что Я будучи архитектором Знал цену того Что сносится Улица Закиба-Леди Там же Чудесные Практически Из такого дерева Хвойного дерева Были построены Но Их не удалось сохранить Здесь фотографии Представлены С 2002 года И 2005 года Деревянная архитектура Наличники Уникальные такие Только свойственные Нашему региону Нашей полосе И такие деревянные дома И дворики И все что там связано С историческим центром Вообще трудно говорить Современной архитектурой Хотя сейчас такие возможности Любую форму можно придать Любое конструктивное решение Я тоже вот проектировал Тогда Это в прошлом тысячелетии Вон моя последняя работа Как архитектора Это Татарский театр Нур Выставка очень интересная Потому что Здесь представлены уголки Уфы И старый И новый И Очень хорошо Что он зафиксировал Исторические какие-то Объекты Которые Что грехотаить Могут исчезнуть Когда-нибудь Поэтому это будет Во-первых Память хорошая Во-вторых Это просто очень красиво Местами Новая архитектура Она хорошо вписывается Она подчеркивает Динамичность города Вот С другой стороны Уголки Старой Уфы Они какие-то Такие теплые Они Располагают К тому Чтобы Не спеша гулять Любоваться Всем этим Потому что Когда попадаешь Среди Современной архитектуры То Тогда И Чувствуется Другой ритм Немножко жизни Более современный Более динамичный Вот Ну Собственно Так Как живет Современная Уфа На некоторых Уфа очень одиноко Кто не был в Уфе Может подумать Что это Очень и очень старый город И в нем Никто не живет Но Наряду Со старостью Здесь есть и современность Есть яркая жизнь людей Ну вот Например На этой фотографии Отдых Людей Активные Красивые Живые фотографии Конечно Видно Что Очень любит Город С такой любовью Относится К ее архитектуре К жителям Все они Все его фотографии Вот Наполнены Душой И Не просто Вот стены Он снимает А вот Душу стен Душу Людей Как они выглядят Что они чувствуют То есть Вот Это Божий дар Конечно Впечатляют Старинные здания Понятно Что людям В таких зданиях Жить и оставаться Сложно Неинтересно Тяжело Все хотят Сейчас условия Тех Которые Современный житель Который живет И конечно Щемит сердце От того Что Старый фаскирается Что Пропадает Вот эта вот Старина И в городе Пропадает Вот эта вот Изюминка ее Которая например Как есть в Казани Там очень много Старинных зданий Сохранено У нас к сожалению Это уходит Очень жалко Но Прогресс идет вперед Люди Хотят жить лучше Ничего не поделаешь Это Интересная выставка Которая говорит о том Как развивается наш город И какие мы усилия Пронимаем Чтобы Сохранить Историческую Достоверность Нашего города Это Очень ценно Для Жителей Нашего Города Для Гостей Нашего города Ну и конечно Для руководителей города Потому что Нужно же Видеть перспективу Роста Нашего Нашей Уфы Красоту Нашей Уфы И так далее То есть Я думаю Что Приходя вот На эту Фотовыставку Наши Посетители Увидят Интересные Вот Фотографии Вот И хотелось бы Чтобы Новогодние праздники Наши Жители города Гости Приходили бы На эту Фотовыставку И увидели И удивились бы Вот и все Как бы не было зимы В городах И селах Никогда б не знали мы Этих дней веселых Никогда б не знали мы Этих дней веселых Не кружила б малышня Возле снежной бабы И не петляла бы лыжня Кабы-кабы-кабы Не петляла бы лыжня Кабы-кабы-кабы А как бы не было зимы В городах И селах Никогда б не знали мы Этих дней веселых А никогда б не знали мы Этих дней веселых Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Края селё Тихо Куча малая Можно я сверху Ку-у-у-у-у-у Куча балла Очень символичную выставку к Новому году придумали в музее Нестерова Что, прежде всего, у нас ассоциируется с Новым годом Давайте подумаем Конечно, бой курантов Именно этим звуком, то есть стуку, трели часов старинных и современных И самим часам уделили внимание в художественном музее в последней выставке года Если говорить о нашей коллекции Ну, в принципе, на этой выставке самые старые – это конец 18 века Самые старые А самые поздние – это середина 20 века Вот, и из самых старых часов – это, прежде всего, конечно, вот эти английские часы Английские часы – это наши Эти часы все наши, да? Вот английский стиль строгий, сразу улавливается Такой, сдержанный очень С очень элегантной такой бронзовой отделкой Вот Ну, это, как сказать, по времени самые ранние А потом идут уже разные Вот в стиле ампир, там, понимаете? В классическом стиле, в тех витринах Вот в стиле рококо такие французские часы Стиль бульва – двое часов Это все где-то первой половины 19 века Первой половины 19 века В том зале много уникальных часов Украшенных фигурными композициями Какими-то деталями такими То есть было время, когда, наступило, вернее, время Когда уже настолько сам механизм был усовершенствован И появилась возможность думать уже об эстетическом облике вещей И вот рождались такие вещи Конечно, здесь не обошлось без вдохновителя Часть выставленных тикающих экспонатов Принадлежит Валерию Ивановичу Шатаеву Он долгие годы занимается часовыми механизмами Их починкой, что уже само по себе труднейшая ювелирная работа Валерий Иванович отремонтировал часы, находившиеся в музее Нестерова И часовая болитра Уфы предстала перед нами во всем своем разнообразии Очень стараюсь к Новому году А мощный появился еще в прошлом году Когда мы познакомились с этим коллекционером И, так сказать, вместе родили этот проект Но восстановил все он нам Только благодаря его усилиям Сегодня все жило, все живет Звонит, ходит и бьет Ну, месяца три он приходил к нам после работы В свое личное время Вечером, выходные дни, месяца три Восстанавливал, находил утраченные детали Это не так просто все Восстанавливал утраченное И ювелирная работа, кроме всего прочего Ну и, конечно, знание дела высочайшее Сколько работаю в музее Вот это первая выставка часов Публикации нашей коллекции И вообще вот такой коллекции Которая как показывает историю развития Виды часов Это же очень интересно Очень интересно Виды часов Каких только нет Настольные, настенные, каретные, каминные Пожалуйста вам Каютные Авиационная прибористика Каких только нет До этого я всю жизнь что-то налаживал Работал в этой области Я был электроником Мы налажили электронные машины И там была очень точная механика А потом как-то получилось так Что занялся антиквариатом И у коллекционера купил первые часы Они стояли сломанные Вот человек спрашивал Под колпаком как раз были годовой завод у них Он говорит Возьми Там недорого было Купил И что интересно Запустил, сделал Ну там механика-то несложная Ну несколько колес В общем-то Человек, который чем-то занимается Все время ремонтирует Ничего такого сложного нет Но Как оказалось там Достаточно все сложно Сейчас они не ходят Я их на выставку не смог принести Потому что перед выставкой Естественно они там забарахлили И так далее Сейчас в интернете Можно для них купить запчасть Там очень тонкая такая проволочка Одна есть Я ее сам изготавливал Изготовил и добился Что часы эти у меня ходили Около 8 месяцев Хотя годовой завод должен быть Вот Ну и купил первые часы Потом второе Вторые Уже сейчас не помню какие Потом попались какие-то настенные часы И попробовал себя в реставрации дерева И механизмы тоже И вроде как получилось Ну и вот Часовая болезнь Так называемая Она с этого началась и пошла Вот часы почти все здесь Значит одни часы не повесили Там у меня лежат И в мастерской Наверное двое-трое экземпляров Нет даже четверо-пятеро Наверное Которые просто ждут ремонта На одни нужно придумать Самодельную какую-то деревяшечку На другие просто нужно Чтобы руки дошли Помыть-отмыть-сделать Вот одни часы механизм сделал Корпус не готов Ну нет смысла сюда везти его Вот То есть это все продолжается Это не то что Чего-то добился Выставки И все Это навсегда Это всегда хочется И еще есть такой интересный эффект Вроде бы как Было такое вожделение Что хотел купить вот эти часы Но думаю куплю И все Вот у меня уже Все будет Мне ничего больше не нужно Такого не бывает Приносишь Поиграл в них День-два-три Запустил И все Часы уже встают На свое место И хочется уже вон те Купить Которые там у него вторые были И в интернете И так у людей Вот это и есть Смысл часовой болезни Что надо Надо Хочу 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 Наручных Наверное штук 18-19 Среди них есть даже одни Мне просто подарили Электрические часы Ну на батарейке Современные часы Вот Просто сюда я принес Именно старые Переделки из карманных В наручные А дома есть И советского периода Часы Интересные Которые я сделал Запустил И более старые часы Есть швейцарские Там 60-х годов Винтажные часы Скажем так Их тоже необычно носить Скажем Ни у кого таких часов Не будет на руке Хотя в них Никакой стоимости Особой Ценности и нет Какие-то разумные деньги Совершенно стоят По очереди Ношу Просто под настроение Давно эти не одевал Дай-ка я одену Самое главное В часах Их исправность Точный ход Если это часы старые У них должны быть Все аутентичные Заводские Скажем так Как в автомобиле Хорошие детали стоять Часы должны В любой момент Завел Толкнул Пошли Точно ходить Добиться этого Достаточно сложно Даже вот здесь На выставке Чтобы они били Все ровно Там в секунду Это невозможно Но Реставрируя Налаживая Надо к этому Стремиться Разумеется Какую-то точность Часы это точность Вот это тиканье Я говорю В обычной квартире Живем Спим здесь Я часы тиканье Слушать не могу Потому что не уснешь Просто с ними Вот в чем дело Днем Да, можно И хорошо Когда часы бьют День на кухне Лежишь Слышишь Что через 15 минут Ударят Допустим Пол девятого Пол десятого Пора вставать А чтобы в одной комнате Нет Я так не могу Должны ходить Циферблатом кверху Значит Особенность механизма Хронометровый спуск Вот Они идут через полсекунды Полсекундная стрелка На циферблате Значит Часовая Минутная стрелка И стрелочка Запаса хода Сейчас они заведены До конца И Значит Через 56 часов Стрелочка Как бензин у автомобиля Примерно Движется в ту сторону С той стороны Вставляем ключ Заводим Стрелочка Поднимается вверх То есть Наполняем часы Энергией Да здесь ничего Такого особенного Нет Да нет Ну Самые обычные Ну какие-то стоят Может быть 10 тысяч рублей Какие-то может Подорожки Какие-то может Подешевле Но здесь Никаких сотен Тысяч нет Не Ну коллекция Конечно Набирается Она Чего-то стоит Ну я Если продаю Крайне редко Какие-то такие Парные вещи Проходные В общем Вообще Коллекционирование Чтобы Что-то в коллекции Поставить Надо что-то продать Продаем Что-то такое Может быть Более простое Покупаем Какие-то сливки Пытаемся купить Это закон Любой коллекции То есть Отдать что-то Не очень нужное Чтобы купить Что-то нужно Надо продать Что-то не нужно Есть часы Которые нужно сделать То есть Вот Хапнуть часы Принести в мастерскую Или домой Это одно дело Но довести их до ума И это Совершенно длинная история И бывает так Что Как я уже говорил Что часы Невозможно не купить Их нужно брать Конечно А сделать уже потом Я боюсь Что жизни не хватит Все часы Которые я начал Их восстановить И тем более Когда восстаншать часы Каким-то вот уже Этим требуется ремонт То есть Круг замыкается И Наверху самолетах холодно Они покажут время полета Я даже не до конца Честно говоря Не знаю Как всеми функциями Пользоваться Можно секундную стрелочку Остановить И время полета И время отсчета Того секундомера Который можно остановить Сбросить Ну часы Очень качественные Хорошие Они внутри сделаны Так же красиво Но только без полировок Без таких огранок Но очень То есть Не штамповка А серьезные Хорошие вещи Вот Хотя В коллекции Для коллекционеров Здесь ничего такого особенного нет Но Если показывать Разнообразие часов Какие бывают часы Я думаю Что их показать стоит Субтитры создавал DimaTorzok Запомните этот год таким Каким он был Для нашего города Солнечные блики В окнах Старых деревянных домов И потрясающие Своей мощью Новые постройки А так же Новые места И яркие события Уходящего года Ну а мы с вами Встретимся уже В следующем В 2016 году С Новым годом Уфа С Новым годом С Новым годом Давай, давай, давай Эй 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 Субтитры создавал DimaTorzok